Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Как живут эскимосы? С чего вдруг такой вопрос? А с того, что у них уже зима. У нас тоже. Почти. Но снега еще нет. Ира, какой снег? Давай не будем раньше времени затрагивать зимние темы. Все же еще не декабрь. А только грянет по самую крышу. Нет, по традиции снег должен выпасть 31 декабря. А по традиции нашей программы на анодшифровку погода не влияет. Смотрим. Анонс-шифровка Ушли, чтобы вернуться Безразмерный Теремок на современный лад Ушли, чтобы вернуться. Контролеров троллейбус. Ну, те, кто заплатил заранее, их возвращение не боится. Народная мудрость. Ну, а кто тогда? Карлсон, конечно. Помнишь? Он же всегда уходит по-английски. То есть без предупреждения. Ир, давай уже без твоих шуточек. А то не занимает эфирное время. Луч света в передаче. Ладно. Мои версии это каникулы, родители, осадки. Ну, и, кстати, о них говорили в начале программы. А если это уличные кошки и собаки? Ну, зимой они возвращаются туда, где их подкармливают. Ведь у них нет постоянного хозяина. Тогда это и птицы. Ведь в холодное время года они все нуждаются в помощи человека. С наступлением холодов птицы, объединившись в стаи, летят в страны с теплым климатом. Домашним питомцам хорошо, мы о них позаботимся. Да и теплая шкурка согреет. Городским птицам перышки помогут не замерзнуть. А как же зимуют насекомые? В конце осени они резко исчезают из поля зрения. Неужели все гибнут? Конечно нет. В период зимовки у них одна цель – выжить в условиях низких температур. Жизненные процессы замедляются, но полностью не прекращаются. Самый важный процесс – выведение воды из клеток органов и тканей и накопление в них глицерина. Ведь он, в отличие от воды, при низких температурах не замерзает. Все процессы у впадающего в спячку организма замедляются настолько, что могут быть обнаружены только с помощью специальной аппаратуры. То есть насекомые, беспозвоночные, земноводные, присмыкающиеся, в период анабиоза не нуждаются в еде, не испытывают жажды и не страдают от холода. При этом дыхание, сердцепиение и определенные биохимические реакции в теле не останавливаются. Устойчивость к холоду в таком состоянии у них просто удивительна. Зимующие куколки способны выдерживать температуру до минус 90 градусов по Цельсию. И тем не менее, из них потом развиваются нормальные бабочки. Многие бабочки зимуют под старой корой, но некоторые улетают. Новое потомство они выводят в теплых краях. Часть насекомых, а также их личинки зимуют в воде. Например, жуки – плавунцы окаймленные. Зимой они дышат, собирая пузырьки кислорода, выделяемого водными растениями. А еще между надкрыльями и брюшком у жука-плавунца есть полость. В нее жук собирает пузырьки кислорода, который постепенно и расходует. В стадии личинки зимуют стрекозы и комары. У личинок стрекоз есть жабры, с их помощью они дышат растворенным в воде кислородом. Божьи коровки зимуют дома, спрятавшись поодиночке или группами потопавшей листвой. А двухточечная коровка греется в постройках человека. Осенью, когда температура воздуха снижается до плюс 10, осы и шершни покидают свои гнезда, подыскивая для зимовки более уютные места. Как правило, это гниющие пни, лесная подстилка, щели в стволах поваленных деревьев или досках чердачного перекрытия. Накопив за лето вдоволь полезных веществ, самки забираются поглубже и впадают в спячку. В их организме выделяется вещество, подобное антифризу, оно препятствует замерзанию. Пчелы осенью заделывают щели в ульях прополисом и меняются местами. Замерзшие пчелки пробираются в середину, где теплее, а разогревшиеся смещаются к краю. А вот у хладнокровных видов животных можно наблюдать истинный анабиоз. К примеру, у лягушки, зимующей на дне реки или озера, останавливается сердце, не работают почки и полностью отсутствует дыхание. Однако с потеплением сердце начинает биться и все функции восстанавливаются. Так что весной мы наверняка услышим их громкоголосый хор. Ах, вот оно как! А мы о них и не подумали. Хотя были так близко. Так всегда. Но ничего, гении тоже ошибаются. А мы тем более. А сейчас на очереди безразмерный анонс. Ну, точнее, анонс-то обычный. Но называется как? Что-то очень мстительное. Чердак? Подвал? Или портфель? Ну, у всего есть свой предел. Так что больше положенного не засунешь. Желудок? Он тоже не безразмерный. Космос! В нем поместится все. И галактики, и звезды, и планеты, и Млечные пути. И даже черные дыры. А в них еще миллион вселенных. Да, с ним мало что сравнишь. Разве что интернет? Да, в нем много всего. И влезет еще столько же. Математика, география, биология. Все уроки сделаны. Ой, еще ведь элиферат по истории задали. Срочно в библиотеку. История древних времен, история России, времена правления Петра Великого. Все подойдет. Теперь нужно найти подходящую информацию. Ох, часа три уйдет. Не меньше. Только не сегодня. Включаем компьютер. Раз, два, три. Реферат готов. Еще останется время, чтобы в футбол поиграть. Удивительно, как изменился мир за последние десятилетия. Сегодня вряд ли кто-то станет писать реферат в библиотеке. Разве что научную диссертацию. А все благодаря силе интернета. Ой, ну что тут объяснять. Все и так знают, как им пользоваться. Да только не все в курсе, как он работает. Вот попробуйте предположить, каким образом вообще информация, словно из ниоткуда, появляется у вас на экране. Вот именно. Надо разобраться. Для начала нужно знать, что появляется она ни из ниоткуда. Вся информация, которую мы можем получить с помощью интернета, хранится в центрах обработки данных. Вот, к примеру, центры обработки данных корпорации Google. Впечатляет, правда? Любые действия, которые вы совершаете на компьютере, используя Google, связаны с этим местом. Только вот центры обработки данных наверняка находятся где-то очень далеко. А интернет все равно работает. В чем секрет? В оптоволокне. А если быть точнее, в огромной сети волоконно-оптических кабелей. Они протянуты по всему миру. И под землей, и под водой, и даже в таких местах, где и не ожидаешь. Именно по кабелю компьютер получает информацию из центра обработки данных. Но с помощью посредника. А вот и он. Знакомая вещица? И еще одна задачка. Как, по-вашему, информация понимает, в каком направлении ей двигаться? Другими словами, как серверу выяснить, что именно Коля решил спросить у Google, как починить паяльник? Для этого каждому в мире электронному устройству присваивают свой IP-адрес. Все не так сложно, как кажется. IP-адрес чем-то похож на адрес проживания человека. Смотрите. Для того, чтобы отправить кому-нибудь письмо, и главное, чтобы оно дошло до получателя, нам нужно знать четкий адрес. Дом, улица и так далее. Такая же история и с интернетом. IP-адрес, как вы поняли, это точный адрес доставки информации. Состоит он из цифр. У любого сайта, в свою очередь, тоже есть свой IP-адрес. В браузере мы его можем увидеть вот в этой строке. И, по сути, это и есть его название. Да только вот слова youtube.com или facebook.com нам немного проще запомнить, чем сумбурные цифры. Поэтому IP-адреса привязывают к удобным и запоминающимся словам. Чтобы среди сетевой паутины нам было проще найти тот сайт, который нужно. Надо же, огромные центры обработки данных, тысячи километров оптоволоконных кабелей, миллионы IP-адресов. А все для того, чтобы я мог посмотреть видео со смешными котиками. Вряд ли именно это было целью создателей интернета. Поищу, пожалуй, что-то более полезное. Приятно, когда попадаешь в точку. В яблочко. Ира, сказки читаешь? Уже нет. А придумываешь? А к чему эти вопросы? В анон загляни. Теремок на современный лад. Это как? Значит, нашла лягушка домик, поселилась в нем, а потом еще и гостей пустила? Выходит, что так. А может, это... Квартира под задачу в наем. Нет, давай еще подумаем. Ну, какие теремки в наше время бывают? Коммуналка. Это когда в одной квартире живут чужие люди, просто в разных комнатах. Стоп! Я, кажется, поняла. Это дом тиктокеров. Они в нем живут и вместе снимают тиктоки. Без вариантов в яблочко. Теремок на современный лад. Я не выдохну, девочка, ведь я выдохся. Но скучаю так сильно, когда не видимся. Поклялись на мизинках, что не расстаримся. Хочется, знал, что мы сильно с тобой поранимся. Я, я. Новый день, новый отель. Не заправляю постель. Каждый день тысячи дел, но ты моя главная цель. Отдал тебе все, ведь так надо. Хочу любовь свою обратно. Даня Милохин. Популярный музыкант и тиктокер, чьи ролики и снимки вызывают самые разные эмоции, но по большей части позитивные. Его канал к середине 2020 года насчитывал почти 4 миллиона подписчиков. Всего год спустя их стало 14 миллионов. У блогера есть страничка в Инстаграме, которую отслеживает более 3,5 миллионов пользователей. Даня родился зимой 2001 года в обычной оренбургской семье. Он был вторым ребенком. Годом ранее появился на свет его старший брат Илья. Но отец оставил семью. Мать спустя 3 года отдала детей в детский дом. Малыши попали в жесткие условия. Заступиться за них было некому. Все изменилось, когда братьев усыновила семья предпринимателей Тюленевых, у которых на тот момент было пятеро своих детей. С ранних лет Даня пытался зарабатывать, а в 16 лет парень решил жить отдельно. В 18 лет переехал в Москву и стал развивать свой ТикТок. За короткий срок он сумел привлечь к себе пользователей непосредственностью и искренностью. А в апреле 2020 года он заявил о начале карьеры музыканта и опубликовал собственную композицию под названием «Я дома», посвященную самоизоляции на фоне коронавируса. Несмотря на совершенно незатейливые слова, за месяц ее посмотрело более 6 миллионов человек. Достижением 2020 года для Милохина стало создание творческого проекта Dream Team House, где в одном доме на постоянной или временной основе проживают несколько ютюберов и тиктокеров, там же снимающих свои ролики. А еще блогер попал на обложку старейшего в мире мужского журнала Gentleman's Quarterly, что в очередной раз доказывает его успех. У кого завязаны глаза, ведь они боятся. Жить, будто ты в коме, только работа и ничего кроме. Sorry, но ради такого не стоит, мы живем быстро и нас не догонят. Небо уронит, ночь на ладони Нас не догонят, нас не догонят Небо уронит, ночь на ладони Нас не догонят, нас не догонят Нас не догонят Нас не догонят, со мной бесполезно спорить И я сменил номер, кем был я вчера, не помню Буду гореть ярко, погасну быстрее, чёрт, зимам Лучше я буду так, чем как все называют нормы Мама, я болен, болен мы с мамой свободой Изредка даже любовью, мама, я понял Всё в этой жизни возможно, если достаточно боли Те, кто говорят нам нельзя, сами теперь поменялись местами С теми, кто раньше им запрещал, надеюсь, что мы хоть такими не станем Небо уронит, ночь на ладони Нас не догонят, нас не догонят Небо уронит, ночь на ладони Нас не догонят, нас не догонят Нас не догонят Нас не догонят, нас не догонят Нас не догонят Нас не догонят, нас не догонят Я за творчество Главное, чтобы оно несло в мир хорошее Ну, в этом смысле Даня вроде меняется к лучшему Как по мне, все могут ошибаться А вот исправить ошибку нет Давай пореже ошибаться Тогда и исправлять ошибки не придется Давай А с вами были ведущие Ира и Саша Смотрите нас с удовольствием В эфире и на ютубе До встречи, пока Субтитры сделал DimaTorzok